Всем привет, дорогие друзья, с вами дядюшка Розе, и это обновление Lineage 2 Mobile. Так пиздата, ёб твою мать! 21 августа. Обновление для класса с одноручным мечом. Двойной шок. Героический. При получении умения во время использования оглушения щитом, теперь всегда используется двойной шок. Истинный импульс. Легендарный. При получении умения во время использования оглушения щитом, теперь всегда используется истинный импульс. Истинный импульс работает только при наличии двойного шока. Жестокая атака. Легендарный. При атаке противника в состоянии оглушения наносит доп. урон, пропорционально уровню изученного умения с эффектом оглушения. Щение. Легендарный. Теперь можно использовать во время выполнения движения других умений. Одновременно, наверное. Цепной удар. Легендарный. При использовании умений наносит урон по области. Теперь умения можно использовать автоматически. После использования персонаж двигается быстрее. Эгида. Легендарный. Добавлен пассивный эффект защиты в состоянии оглушения. Мощный шок. Мифический. При получении умения увеличивает дальность и урон по области умения цепной удар. Игнорирование смерти. Мифический. Уменьшает урон, получаемый от нескольких целей. И увеличивает отражение урона умений. Уменьшение и месть во время действия. Игнорирование смерти. Также обновление для лука. Восстановление маны. Героический. При убийстве врага с определенной вероятностью восстанавливает хп. Дух снайпера. Героический. Изменены требования дальности. Теперь при атаке цель из близкого расстояния все равно наносит большой урон. Мультиудар. Героический. Добавляет отрицательный эффект умения сопротивления безмолвию. Уменьшает расход мп и заряд души. Импульсный выстрел. Героический. Уменьшает расход мп. Точный удар. Легендарное. С неким шансом наносит доп. урон цели, не находящийся под действием отрицательного эффекта. Дополнительно наносит доп. урон цели под действием опутывания. Щит энергии. Легендарный. Восстанавливает хп. Пока активен щит. Область опутывания. А точно это ж курение. Да лучники. Он там наверное визжит и добавляет эффект. Наносящий непрерывный урон под целем в области действия умения. Рассеянный выстрел. Легендарный. Усилен эффект умения сопротивления безмолвию. Зона стрельбы из лука. Легендарный. Теперь положительный эффект зоны стрельбы из лука не исчезает даже если выйти из зоны. Жалящему выстрелу добавлен эффект уменьшения сопротивления удержанию. Ликвидация мифическая. Увеличено количество видов разрушимых щитов. При успешном разрушении мистического щита и защитного барьера продлевает действие отрицательного эффекта. Добавлен эффект блокирующий использование отмены негативных эффектов. Добавлен новый агатион. Вот такой вот агатиончик. Мах урон. Точность и закрывает. Очень неплохие колы. Это увеличение урона от умений и снижение урона. Крафтовый агатион. Ивент. Также добавлены области фарма. 83-е. Остров неистовства и разоренный замок. Добавлены классы с возможностью продвижения. Запускается арена Пылающая долина. Барц Леона Зикартерика. Добавлены временные редкие коллекции предметов. Обновлены коллекции редких временных предметов. Теперь уведомления о массовой покупке в магазине алмазов. В информации о сумке продажи может отображаться 3 товара и более. Очень интересный ивент с крафтовым агатионом и крафтовым сундучком. С очень вкусными предметами. Это как карты роскошного артефакта 11 раз. Будет появляться данж утром и вечером. Вот тут мы туда входим. Бьем мобау. В конце появляется подобие этим митросам. Убиваем его. Получаем сундучок. В котором будет таинственная энергия и странная ведь. Кроме сундучка еще скрафтить агатиона. То вам понадобится ежедневно ходить в этот данж утром и вечером. Писемка. Энергия. Утром и вечером. Доб сундучок. В котором будет древний свиток пробуждения. И магические фрагменты нового измерения. Добавляются 2 пропуска. Премиум награда. Покупка за адену. Тут видим блес. Только ради блески на бежу можно покупать 2 артефакты. Финальная награда виталкой. Ну и тут карты, расходочки, кристаллы души, кубочки. Немножко орденов. Прохождение. Все легко и просто. Убить 50 монстров разоренного замка. Тоже дополнительная виталка за прохождение заданий. Еще один пропуск. Это именно пропуск ивентовому агатену Тимирирану. Загвоздка в странной ветке. Если таинственной энергии мы набираем пропуска. Около там 27 я считал или 24. Именно ветки мы можем забрать. Путь невозможно найти. Я не знаю что это я делал. Я открывал карты класса или что. Без понятия что-то делал. Короче мы 6 веток забираем. И тоже описание очень интересное. 403 но фонд. Вот мы ежедневно забираем таинственную энергию. Пропуска. Также ходим вот этот данж который появляется. До 4 сентября. Нужно утром и вечером проходить чтобы получилось 35 веточек. У нас получается 28 за 14 дней данжа. И что мы проходим? Пропуска 6 забираем. Но это 34 что-то получается. Не знаю. Посмотрим. Какой-то очень странный ивент. С этими иероглифами. Вот такой интересный ивент. Бонусы. Бонусы. Из бонусов добавляется вот такой вот. За алмазы. Хотите играть в боль. Потратить больше на персонажа. И не получать от игры удовольствия. Ну реальный контент. Смотрите все такое. Там участвовать в разных ивентах. Которые появляются. Ну фармить межсервер. Где нужен буст хороший. То мы начинаем сначала. Очень неплохой бонус. За 7 дней мы получаем 2-4 карты. И 4 дня подряд карты мастера на выбор. Реликвии 1000. И перед финальной наградой. Героическая легендарная карта. Агатиона. Финальная награда. Героическая легендарная карта класса. Не факт что вы когда-то тут получите легендарку. Но 1%. Кто-то получал 100%. Переходим в донат магазин. Закончился трансфер. Очень печально. Потому что трансфер приносит алмазики. Жалко что редрайзы улетели наверное с Леоны. Но с Леоны 2 точно улетели. Но они неплохо так скупились. В самом магазине тоже добавляют за 1000 алмазов вот такой вот интересный пак. В котором карты мастера. Но могли бы сюда еще артефактов роскошных положить. И тогда вообще вкуснятина была. Ну а так по 10 карт. Кристаллы души. За 1000 алмазов это считайте копейки. Но я бы такое не брал. Потому что ну так себе. Лучше взять вот такой пак. Если еще можно скрафтить свиток. Ну уже скрафтили все свитки. Взять вот такие 2 пака и попытать удачу крафтить вот этот свиток. Продавать их на аукционе. Просто моментально обновилось. И мы уже свиток скрафтили. Все крафтится. Ну потому что это окупает. Окупает паки. Ваши паки это окупает. Так. За реальную валюту. Алмазы. Класса высшего. Кристаллы души высшего. Кошеча банда. Реликвии немножко. За 1500 алмазов. Тут уже с артефактами высокого. Дополнительного сферы можно взять. Смотрите. Тоже неплохой такой пак. На выбор расходочка. Бонусная монета мастерства. Реликвия. Двухэтапные паки. Ну еще можно взять вот сферы. Переходим к обычным пакам. Можно скрафтить браслеты. Попытать удачу. Шестые. 5% шанс. При неудаче дают кэшбэк в виде карт на выбор мастером. В самих паках артефакты. Карты мастера. Высшего. Ордена. Что-то какие-то урезанные паки. Зелепробуждение среднее. Ну. Обычно по 10к кладут. Ну. И за сундучок можно скрафтить. Скорость атаки 5%. Абсолютное уклонение. Плюс 2%. Книги со статами. Интеллект. Ловкость. Сила. Можем попытать удачу. И нигде не возвращается. Фиол. Камень. Какие-то реально урезанные паки. Если честно. Смена класса. Два этапа. Смена класса. Одноручный. Меч. И лук. То бишь. Мы можем свапнуться. Глад. Это. Хочу стать мозаим. Поменять карту. 27 монеток. Но это очень круто. Если вы. Если вы танк. То это не очень круто. Там можно смотреть книги на танка. Да. Чтоб на лучника взять. Там аден. Один. Аден. Два скиллы. Кто-то может поменять карты. Там кому-то колы не достает. Или кому-то скиллы нужны. Пушку. Также можно поменять. Пользоваться по-разному. И каждый раздел отдельно. То бишь. Вам не нужно все менять. Можно воспользоваться каждым разделом отдельно. Ну. В этот раз. Смена класса. Только. В лучника и танка. Одна монетка. Сто алмазов. Чтоб вы понимали. Так. На этом вроде бы все. Давай пиши свои комментарии. Как твои дела. Как там Япония. Как ты там стартанул. Тоже мне очень интересно. Потому что я туда не иду. За вами понаблюдаю. Что вы расскажете. По-любому кто-то пойдет. Продолжение следует. Продолжение следует...